Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Галевич, компания FreshForex. Сегодня у нас среда, 13 июля, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, благодарю за обратную связь. Сегодня я начинаю вебинар с календаря событий. В 17.30 у нас данные по запасам сырой нефти от Минэнерго. Также ночью сегодня были опубликованы данные от Американского Союза нефти и API. Это у нас опережающий индикатор, об этом также сегодня поговорим. И все, сегодня больше нет у нас статистики. В целом, эта неделя не так богата на статистику. У нас будут интересные отчеты на этой неделе. Будут они, по сути дела, уже в пятницу. А вот до этого времени и завтра также у нас станет Банк Англии. И получается, во второй половине недели только у нас много новостей. А сегодня и в предыдущие дни у нас практически особо ничего интересного нет в календаре событий. Начинаем обзор с пары евро-доллара. У нас сейчас пара демонстрирует снижение. И накануне также стяжалась, совпала с нашими ожиданиями. Динамика данной валютной пары. 1,1047 мы сейчас видим котировки. И здесь нижняя граница по Боллинжеру на часовиках 1,1039. То есть мы приближаемся к поддержке, в область поддержки. И где, наверное, пока уже дальше вниз не пойдем. До непосредственно данных по запасам сырой нефти от штатов. Если посмотреть сейчас на индикаторы техники, то они у нас очень вялые. Что EDX, что RSI. Что на дневном графике, что на 4-часовом графике, что на часовом графике. У нас везде флэт по всем индикаторам. И вот только на часовом необходимо выделить, что RSI опустился ниже 30. Значение 29,5. И как раз мы приближаемся к нижней по Боллинжеру. То есть где-то, в принципе, уже все. То снижение, которое у нас было накануне и сегодня, оно уже сейчас подходит к некоторому завершению. И там уже, получается, будут ждать данных по запасам сырой нефти от Минэнергии. Почему нам важен этот отчет? Ну, во-первых, у нас данные по запасам сырой нефти. Они оказывают сильное влияние на цены на нефть. А цена на нефть у нас является важным компонентом инфляции. И, соответственно, оказывают влияние на инфляцию что в США, что в еврозоне и в других странах. Это первый фактор, почему нам интересен этот отчет. Во-вторых, у нас еще получается, если нефть, допустим, растет, то доллар снижается. Если нефть снижается, то доллар растет. То есть нефть оказывает влияние на американский доллар. Соответственно, у нас здесь речь идет о паре евро-доллар. И, получается, если по нефти будет все хорошо, то для доллара это плохо и для евро тоже будет позитивно. И что касается данных, которые у нас сегодня могут быть в 17.30, то вот институт нефти API, он сегодня указал на то, что запасы выросли на 2,2 миллиона баррелей по итогам минувшей недели. Причем, это неожиданные данные, рынок этого не ожидал. Все-таки ожидали, что запасы сократятся примерно на 3 миллиона баррелей. И если посмотреть на сам этот отчет, на его динамику за последние 2 месяца, то у нас последние 7 недель подряд было сокращение запасов сырой нефти в США. И сегодня вот API ночью указал на то, что запасы выросли. Тенденция API и официальных данных от Минэнерго имеет прямую корреляцию, за редким исключением. И вот на минувшей неделе API у нас указывал на сокращение запасов. И запасы в итоге сократились. Единственное, что у них разошлись цифры. API показал на сокращение 6 миллионов баррелей, в итоге Минэнерго показал сокращение 2,2 миллиона баррелей. Ну, в общем, было сокращение и там, и там. И вот теперь, получается, API указывает нам на то, что данные будут плохие для рынка нефти. То есть запасы начинают увеличиваться. И мы с вами также об этом говорили еще в конце июня и в предыдущие наши вебинары, что поскольку в Штатах растет число буровых, то получается, что в июле и в августе мы увидим увеличение добычи. И, соответственно, это будет сказываться негативно на нефти. То есть запасы также будут увеличиваться. И вот уже сегодня API нам посылает первый такой сильный тревожный сигнал, что 7 недель запаса снижали в США, и теперь запасы выросли. Конечно, здесь еще, возможно, сюрпризы, потому что всегда есть исключения. Корреляция, конечно, сильная между API и Минэнерго, но бывает и раз корреляция. Может быть, конечно, сегодня запасы сократятся, официальные уже данные. Но пока что вот такой фон негативный для рынка нефти, и, соответственно, получается позитивный для американской валюты. Таким образом, поскольку у нас сейчас новостей нет и по технике у нас ничего интересного нет, мы стоим в Аплэйте и достигли на часовом графике нижней по Боллинджеру, то, получается, сейчас ничего делать не надо. И уже в 17.30 сегодня, когда выйдут данные по запасам сырой нефти, если данные выйдут плохие для рынка, то есть мы увидим увеличение именно запасов, тогда нефть будет падать, сильно падать, и доллар будет расти, тогда можно будет еще раз продавать данную валютную пару и ждать снижения котировок. Здесь у нас получается 1.0944 нижняя граница по Боллинджер на Дневках. Плюс вчера на дневном графике у нас сформировалась разворотная модель по... не сформировалась, а формируется разворотная модель по японскому свечному анализу. Если сегодня мы увидим медвежью свечку, то есть у нас сегодня день закроется, ну, хотя бы на 1.1030 и ниже, тогда уже будет разворотная модель, или даже не... 1.1030, в принципе, у нас вчерашний минимум 1.1051, то есть даже будет достаточно 1.1040 закрытия текущего дня, и тогда уже будет разворотная модель сформирована по японскому свечному анализу, И это уже получается сигнал завтра, чтобы шортить, если только ориентироваться на японский свечной анализ. Сегодня эта модель еще формируется. Необходимо, чтобы закрытие сегодняшнего дня было хотя бы ниже, чем вчерашний минимум. А вчера у нас минимум был 1.10.51, то есть в идеале, конечно, пунктов на 10 ниже. 1.10.41, 1.10.40, тогда у нас модель сформирована разворотная. Вчера была свечка Доджа, длинная тень вверх, и получается, тогда модель будет уже окончательно сформирована. Таким образом, получается вот такой сценарий. Уже, в принципе, трудно ожидать, что мы будем еще падать. Вчера падали, сейчас немножко упали, и ждем уже данных по запасам сырой нефти, потому что по технике у нас вообще рисуется флет, и все очень вяло. Вялая такая торговля. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллара, я на них с удовольствием отвечу. То есть, получается, базовый сценарий на сегодня такой, что в 17.30 придется продавать пару евро-доллар, но если данные будут такие, как показали API, не обязательно, чтобы, допустим, на 2 миллиона баррелей сокращение. Достаточно даже и 1 миллиона баррелей, и полмиллиона баррелей. Этого будет достаточно даже 200 тысяч. То есть, любое значение со знаком «плюс», потому что у нас все недели подряд были значения со знаком «минус». Поэтому любое значение со знаком «плюс» для рынка это плохо. Почему плохо? Потому что вчера еще был отчет от ОПЕК, и в ОПЕК заявили о том, что добыча в странах, которые входят в целый картель, она также увеличилась. Она увеличилась на 264 тысячи баррелей в сутки. То есть, вроде бы ОПЕК заявляли о том, что не будут увеличивать добычу, а добыча растет. И, конечно, не такими высокими темпами, вроде бы там это не миллион баррелей, но тем не менее, если так даже будет каждый месяц по 264 тысячи, это очень плохо. И также в ОПЕК заявили о том, что в тех странах, которые не входят в ОПЕК, добыча также увеличилась на 130 тысяч баррелей в сутки. То есть, получается, везде растет добыча и в ОПЕК, и вне ОПЕК. И вот уже API указывает на плохие данные по рынку нефти. Таким образом, получается, рынок нефти будет падать. Вчера рынок нефти это все проигнорировал, вот отчет ОПЕК. Но сегодня, вот после данных от ОПЕК, нефть стала падать. То есть, уже не стали игнорировать, и нефть снижается. Поэтому, получается, что базовый сценарий продавать 17.30, но лучше держаться подтверждения, потому что бывают исключения из правил. И отчет может быть совершенно иной. Ну, а так получается, что с высокой вероятностью мы увидим плохой отчет, и тогда доллар будет укрепляться, нефть падения усилится, и тогда мы уйдем ниже десятой фигуры. Вот такой сценарий на сегодня у меня по паре евро-доллар. Что касается снимать лимитники с 1.11.00, то, вы знаете, Алекс, если у нас, допустим, пара дойдет к 17.30 до этого уровня, 1.11, и у нас будет хороший отчет, тогда, если лимитник активируется, то можно будет его также удерживать. Что касается сейчас, вот снимать его или нет, на мой взгляд, лучше снять, и пока ничего не делать, а в 17.30 там уже входить по рынку. То есть сегодня входить не лимитниками, а по рынку, потому что если у нас будут плохие данные по нефти, тогда, получается, мы падаем. Если же у нас будут хорошие данные по нефти, то есть хорошие данные это какие? Это данные лучше, чем консенсус прогноз. Консенсус прогноз сегодня показывает 3,2 миллиона баррелей сокращения. То есть если мы хотя бы даже на 100 тысяч превышаем этот консенсус прогноз, то для нефти это хорошо, для доллара это плохо, тогда пара идет вверх. Поэтому шанс на такой сход теоретически тоже есть, потому что отклонения от API именно энерго, они периодически бывают. Поэтому здесь получается, что лучше лимитник снять, и в 17.30 уже посмотреть на сам отчет, базовый сценарий, что мы продаем, и пара уходит ниже 10 фигуры. Альтернативный сценарий это в том случае, если у нас 3,3. 1,3 миллиона баррелей сокращения по США, и тогда уже пара может подрасти, и может подрасти в область вчерашнего максимума 1 на 11.25, или даже чуть выше 1 на 11.50. Это вот альтернативный сценарий. Теперь перейдем к паре фунт-доллар. Здесь мой прогноз накануне вышел с ошибкой, не смогли мы отыграть ту дивергенцию, которую мы сформировали. Было у нас падение, после нашего вебинара пыталось пара упасть, 1.31.19 мы сходили вниз, и падали, вроде бы были надежды, что еще упадем, но нет, ниже не пошли и пошли вверх. То есть было вначале небольшое падение, как мы и говорили, но это было очень мало, и в итоге улетели вверх. И здесь рынок проигнорировал все, что можно было проигнорировать, то есть в целом был фунт негативный. Тут и запас, тут и добыча от опек увеличилась, это плохо для нефти и плохо для пары фунт-доллар. И рынок облигаций также показывал сигнал на продажу, но пара все это проигнорировала, и дивергенции стояли, то есть мы и по технике говорили, что сигнал дивергенции сформирован на коррекцию, сигнал и дивергенцию проигнорировали, все проигнорировали, что можно, улетели вверх. Сейчас вот снижаемся, сейчас снижаемся, 32,56, и тоже стоят дивергенции, причем если вчера стояла дивергенция по RCI на часовых графиках, то сейчас уже есть часовики, четырехчасовки, и там, и там дивергенция в области перекупленности, и вроде бы можно падать, и мы сейчас падаем. И возникает вопрос, не будет ли повторения это как вчерашнего события, мы упали маленько после нашего бинара, там пунктов на 50, и подросли на 150 вверх. Возможно ли такой сценарий? С одной стороны, возможно, но, как это вот не парадоксально звучит, но я по-прежнему думаю, что все-таки мы будем снижаться по паре фунт-доллар, и здесь у меня такое впечатление, что рынок загнали наверх перед банком Англии, чтобы запродать на хороших высоких уровнях, потому что если вот посмотреть только просто по технике, то здесь стоят очень сильные дивергенции, причем на часовиках уже двойная дивергенция, на четырехчасовках дивергенция одинарная, но эти сигналы сильные, они, получается, указывают на коррекцию здесь, как минимум в область нижней границы по более жирночасовиках. То есть после таких сильных дивергенций, очень часто, вот когда дивергенция на часовках, на четырехчасовках, мы как раз опускаемся к нижней по более жирночасовиках, а сейчас нижняя граница это 1.3136. И если посмотреть по технике, несмотря на то, что у нас был сильный рост EDX вне трендовой области на часовиках, на дневках вне трендовой области, у нас на дневках значение 22,7, то есть получается, что вроде бы росли-росли, а тренды никакого не сформировали. То есть тренд не накопили, и получается, если EDX не трендовый, а стоят дивергенции, то мы можем падать, и вот мы сейчас падаем, в последние два часа уже пунктов на 60 упали. Таким образом, получается, можно ждать дальнейшего падения к нижней по Боллинжер. Если смотреть по фундаменту, то здесь тоже у нас получаются причины плохие. Завтра Банк Англии заседает, здесь все ждут снижения ставки. Снижение ставки – это всегда плохо для валюты. Если говорить о том, что вроде бы это уже в котировках учтено, на мой взгляд, это в котировках не учтено, потому что Банк Англии говорил в начале, что будут в августе ставку понижать. Сейчас уже все ожидают, что завтра это будет событие, то есть Банк Англии пойдет на опережение. Поэтому здесь в котировках это явно еще не учтено, об этом особо никто не говорил. Плюс некоторые британские банки говорят о том, что завтра Банк Англии сразу же понизит ставку не на 0,25, а на 0,5%. То есть будет более высокое понижение ставки. То есть Банк Англии не станет ждать, что понизит ставку 0,25 и посмотрит, как все это будет. Сразу же понизит на 0,5% до 0, чтобы был более сильный эффект. Если такое будет, то тогда это еще более неожиданность для рынка. И здесь получается, если бы мы падали-падали перед Банком Англии и потом бы стали расти, тогда понятно, вроде бы продавали на слухах, закрывают по факту. А сейчас получается наоборот. Гонят рынок вверх, при том, что завтра Банк Англии и здесь снижение ставки. Плюс рынок облигаций, он по-прежнему расширяет спреды и сейчас уже 70 базисных пунктов. Вчера еще было 67. То есть все больше и больше спреды расширяются. И здесь все это указывает на то, что, во-первых, Банк Англии ставку понизит завтра. Рынок облигаций на это указывает. Во-вторых, это указывает на то, что фунт будет падать в ближайшее время. И здесь тоже получается причина такая вот для падения. Нет ничего хорошего. Плюс рынок нефти. Рынок нефти там тоже причины плохие. Мы уже о них поговорили. Из добычи в ОПЕК растет и API указал на рост запаса впервые за 7 недель. Получается, ничего позитивного нет. Но пара все это проигнорировала вчера и проигнорировала дивергенции. Выросла у меня личное мнение такое, что загнали рынок наверх, чтобы запродаться перед Банком Англии. И, допустим, запродаться на 1.33 и продавить на 1.28, получить 500 пунктов за 1-2-3 дня. Это вот у меня такое мнение. Потому что и по технике сильные сигналы вниз, и по фундаменту сильные сигналы вниз. И если бы у нас, допустим, были бы хотя бы трендовые области по EDX и плюс рынок облигаций показывал бы не расширение спредов в пользу американских облигаций, а наоборот сокращение спредов, тогда можно было бы так говорить, что у нас все хорошо. Но тут получается и фундаментальные технические факторы указывают вниз. И здесь я бы не стал ставить ставку на то, что будем расти. И поскольку у нас сейчас нет никаких новостей, то, на мой взгляд, сейчас можно отыгрывать именно технические факторы. Это двойная дивергенция на часовиках и одинарная дивергенция уже на 4-х часовиках. У нас эта дивергенция была установлена на предыдущей 4-х часовой свечке 4.00 по терминальному времени, когда максимум был 1.3338. И таким образом, получается, до данных по рынку нефти можно отыгрывать эту коррекцию и ожидать снижения на 1.3160. Вот у нас нижняя граница по Боллинжеру на часовиках 1.3136. На мой взгляд, можно ее округлить немного и сделать 1.3160. То есть, от текущих уровней на 100 вниз, и там, получается, уже на часовиках дивергенция будет снята, на 4-х часовиках еще нет. И там уже ждать данных от Минэнерго. Если данные плохие, то есть, запасы выросли, тогда пара нам будет еще дальше парать. То есть, дальше можно также будет продавать. То есть, можно продавать пару в расчете на то, что будут отыграны сильные дивергенции. Потом перед 17.30 все позиции закрыть, будет там хоть take profit 100 пунктов, либо 50 пунктов, его позицию закрываем. Ждем 17.30 данных, какие данные, туда и торгуем. Если данные плохие, тогда это хорошо, хорошо для доллара, и тогда еще больше фактор для того, чтобы упасть. Тогда можно будет еще раз продавать пару фунт-доллар. Вот такой у меня взгляд на пару фунт-доллар. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Так, может сохранить или повысить ставку? Кстати, благодарю вас за вопрос. Ну, смотрите, повысить ставку шансов, наверное, там, 1 сотая из 100. Почему повысить ставку нельзя? Потому что вот этот пресловутый Brexit, он способствует снижению ВВП, и для того, чтобы стимулировать экономический рост, для того, чтобы ВВП вернулся на прежний уровень, необходимо ставку понизить. Ставка понижается у Банка Англии, соответственно, сразу же, там, буквально через некоторое время понижаются ставки в коммерческих банках. И это хорошо для, как юридических лиц, предприятий, там, малого, среднего, крупного бизнеса, так и для физических лиц. То есть, кредиты становятся более дешевыми, соответственно, можно брать кредиты и увеличивать свои производственные мощности, покупать различные товары и услуги. И, соответственно, все это способствует уже созданию добавленной стоимости, добавленной стоимости этого ВВП. Соответственно, добавленная стоимость создается, ВВП растет. Получается, будет рост ВВП. Таким образом, для чего понижают ставку? Ставку понижают для того, чтобы ускорить рост ВВП. Таким образом, если ставку повышать, тогда ВВП будет снижаться. Если у нас Brexit на дворе, да плюс еще ставку повысить, тут и так ВВП падает, да еще и ставку повысит, а ВВП вообще рухнет, тогда получается нет. Это неразумно. Могут ли оставить на прежнем уровне? С одной стороны, могут, но здесь, получается, рынок все-таки действует на опережение. И на рынке много инсайдеров, которые имеют определенный доступ. И британские банки активно говорят о том, что даже не 0,25 будет понижение, а 0,5% сразу. А я думаю, что там есть инсайдеры, потому что банк Англии – это центральный банк, коммерческие банки тесно с ним контактируют. И, соответственно, разговоры, слухи за ланчем, за кофе, за пиво и так далее между собой общаются. И, получается, эти все разговоры явно не на пустом месте. То есть, не вот прям так с бухты барахта на 0,5%. По-любому были какие-то разговоры, кулуарные беседы, и вот такая ситуация возникла. Поэтому, получается, что весь вопрос либо 0,25, либо 0,5% снижения ставки по банку Англии. На мой взгляд, следующий будет на очереди, это уже ЕЦБ, либо в августе, либо даже не в августе, получается, а это у нас в сентябре, заседание будет в сентябре, либо на следующем заседании, там уже в октябре, ЕЦБ также будет что-то делать. Вот, Банк Англии сразу идет на опережение. ЕЦБ обычно запаздывает с действием, поэтому ЕЦБ, наверное, будет осенью что-то делать. То есть, либо ставку отрицательную вводить, либо КУЕ увеличивать. Так, значит, на какую максимально высокую цену мог занять фунт перед Банком Англии? Роман, благодарю вас за вопрос. Вы знаете, я, честно, этого не знаю, потому что здесь цена может быть абсолютно любой, высоко максимально. Это может быть, допустим, и средняя по Боллинжеру 1.36.44. Это от текущих уровней 400 пунктов вверх. Потенциально могут? Могут. Но шансов, наверное, немного. Поэтому здесь, получается, есть две сильные области сопротивления. Это максимум 29 июня 35.32 и средняя по Боллинжеру на Дневках 36.44. Вот две сильные такие области. Так, если Банк говорит, то это какой-то инсайт или так, по секрету всему свету. Алекс, смотрите, здесь не то, чтобы какой-то инсайт или по секрету всему свету. Но здесь просто как это получается. Британские банки, они описывали, вот я читал их пресс-релизы на этой неделе, как Brexit отразится на непосредственно ВВП Великобритании, на банковском секторе и так далее. То есть были такие обзоры по Brexit. То есть вот что это, хорошо, плохо и так далее. И так между строками было указано у многих, что Банк Англии будет действовать на опережение, и чтобы ситуацию не допустить до печальной, он будет резко ставки понижать. То есть это больше упор был сделан не на саму ставку, а вот на этот Brexit пресловутый и так далее, тому подобное. Поэтому я не говорю о том, что прям сразу же вот мы сейчас увидим полпроцента. Я говорю о том, что есть консенсус-прогноз 0.25, и скорее всего это все так и получится. То есть полпроцента они прогнозируют, это может быть какой-то инсайт, может быть это их частное мнение, может быть это просто вранье. Понимаете, здесь на рынке каждый врет на свою сторону, чтобы себе заработать. Я не ориентируюсь на их мнение, что полпроцента будет, но 0.25 я также допускаю. Почему допускаю 0.25? Не потому, что там они не сказали, что ставку понизят, или там консенсус-прогноз. Консенсус-прогноз также эти же сами банки формируют. Я смотрю на рынок облигаций, который очень сильно падает. А рынок облигаций действует на опережение по ставкам. Сначала ставки падают на рынке облигаций, потом ставки падают уже от центрального банка. Вот допустим такая ситуация была в России. Если кто смотрел за рынком облигаций в России, ОФЗ, за так называемой облигацией федерального займа, то там можно было увидеть, что с начала года ставки падали. Сильно, сильно, сильно падали. И вот уже в июне банк России ставку понизил. То есть сначала стали ставки падать на рынке облигаций, потом уже банк России ставку понизил, присоединился к общему тренду. Сейчас получается такая же ситуация. Ставки падают сильно на рынке облигаций в Великобритании, и получается банк Англии к этому событию присоединяется. Вот допустим в конце 2015 года сильно росли ставки по американским облигациям, и тогда ФРС присоединился и также повысил ставку. Поэтому здесь получается банк центральный, неважно какой, там Россия, ФРС, Англия, они опаздывают в своих действиях, а рынок облигаций, он на опережение действует. Поэтому я посмотрел на рынок облигаций, доходности сильно упали, получается вывод такой, что ставка будет понижена, и скорее всего именно завтра, нежели допустим в августе. А то, что банки сказали, ну такой вариант получается тоже можно допускать, что может быть полпроцента. Вот как лично я делаю, я не смотрю на что у нас говорят в банке, потому что каждый говорит только лишь, чтобы себе лучше сделать. Я смотрю именно на нейтральный такой фактор, который никак у нас никем не манипулируется, это рынок государственных облигаций. Посмотрели, посмотрели как сильно упали, сделали вывод, что ставку будут снижать. Теперь поговорим о паре доллар-японская иена. Здесь мы тоже накануне, я ошибся в своих прогнозах, признаю свои ошибки. Тоже говорил о том, что диверы стоят, и можно их отыграть. Не отыграли эти диверы, и медвежье поглощение проигнорировали, то есть технический анализ был проигнорирован. Часть технического анализа, другая часть технического анализа была отыграна. И здесь, вот если сейчас смотреть на данную валютную пару, то я бы сегодня здесь вообще ничего не делал. Здесь для меня ситуация запуталась окончательно. То есть, с одной стороны, вроде бы можно покупать данную валютную пару, потому что есть у нас хорошая тенденция вверх. В первую очередь на фондовых площадках фондовые рынки растут, аппетит к риску растет и так далее, и тому подобное. Можно, получается, покупать, потому что иена – это безопасный актив. Вроде бы да, можно. С другой стороны, если фондовые рынки сильно растут, тогда индекс ВИКС, который вот здесь на графиках представлен, должен снижаться. Он у нас хоть и вяло, там вчера вот 7 сотых, это, конечно, смешная цифра, но тем не менее это 7 сотых со знаком плюс, а не со знаком минус. То есть, вот если мы посмотрим на ВИКС, в правой части графика мы видим, что стабилизация какая-то случилась, то есть, флэт, стабилизация и небольшой рост. Небольшой рост в последние два торговых дня. То есть, у нас в понедельник был рост чуть более процента, вчера 7 сотых к этому проценту. То есть, конечно, это все смешно звучит, но тем не менее ВИКС не падает. То есть, ВИКС стабилизировался и начинает потихонечку, потихонечку, но подрастать. И этот фактор меня смущает, потому что, когда у нас фондовые рынки растут, ВИКС падает, и здесь все нормально. То есть, страх понижается, фондовые рынки растут, иена падает. Здесь получается, что фондовые рынки растут, при этом ВИКС два дня не падает, два дня подрастает. Получается, что это сигнал на коррекцию в любой момент. С другой стороны, коррекции мы не видим, получается, по данной валютной паре. Коррекции не видим вообще. И по технике, если сейчас смотреть, то на дневках и на часовках по EDX тренда нет. На четырех часовках тренд есть. Тренд 46. При этом на четырех часовках у нас RCI стоит сильно в перекупленности, и здесь вроде бы уже покупать опасно. То есть, получается, если мы сходим на новый максимум, 104.99, перепишем вчерашний максимум, то у нас уже будет даже дивергенция на четырех часовках. То есть, получается, и покупать уже поздно, потому что сильно выросли, и плюс ВИКС не показывает сигналов на покупку, и в то же время продавать сигналов тоже нет. То есть, такая ситуация очень сильно запутанная. Я уже не знаю, на что здесь ориентироваться, потому что одно другому противоречит. И в этой связи я бы сегодня ничего бы не делал в данной валютной паре, пропустил бы ее, посмотрел бы, как у нас будут сегодняшний день отыгрывать. То есть, что у нас будет сегодня. Если у нас сегодня фондовые рынки идут вниз, а S&P, фондовые рынки вниз, допустим, S&P, там и другие площадки, ВИКС при этом сильно идет вверх, тогда получается коррекция. По крайней мере, коррекция. Не говорим о том, что там паника на рынках. Пока вроде бы все забыли про панику, хотя вот от Deutsche Bank каждый день поступают сообщения, что там чуть ли не вот уже вчера такое было заявление, что Deutsche Bank банкрот, то есть его спасать надо срочно. А Deutsche Bank это очень большой финансовый институт в Европе, это маркет-мейкер номер один на Форекс. Это банк, который много различных производных инструментов продал и очень много облигаций имеет. То есть, если этот банк действительно будет банкротом, он, скорее всего, этого не допустит. Но, допустим, если сильные проблемы, то получается это новая паника на рынках, это новое падение данной валютной пары, новое падение фондовых рынков. Но пока это все забыли, теперь возникает вопрос, на время забыли или так подольше забыли про все эти проблемы. Поэтому здесь я пока бы побыл в стороне, потому что все запуталось, и покупать уже поздно, и продавать сигналов нет. Покупать уже поздновато, уровни очень высокие, коррекции в любой момент может быть, а может быть и в итоге не будет. Пойдем еще раз на 105, но покупать страшно, продавать еще рано, потому что сигналов пока сильных нет. Поэтому я бы побыл в стороне, пока посмотрел бы, как у нас день завершится. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по валютным парам, либо другие вопросы какие есть, я на них с удовольствием отвечу. Я же пока сделал небольшой анонс, завтра у нас четверг, и по традиции в этот день мы проводим два вебинара. У нас первый вебинар в 10.30, обзор рынка, и второй вебинар в 18 часов. Поговорим о графическом анализе, давно мы не обсуждали графический анализ. Посмотрим, как можно зарабатывать на рынках с помощью графического анализа. То есть графический анализ – это у нас элемент технического анализа, но безиндикаторный. То есть там индикаторы не используются совсем, а используют графические модели. И вот завтра поговорим о том, какие модели более эффективны при торговле, и какие модели легко узнать на графике. Моделей очень много, и не все могут сразу же определить эти модели. И вот рассмотрим простые популярные эффективные модели, которые каждый трейдер может легко на графике найти. Завтра поговорим об этом в 18 часов по Москве, начнем такой вебинар. Что касается брендов, Виталий, я буду у вас запрос. Здесь по бренду, по золоту, на мой взгляд, я все-таки думаю, что бренд пойдет вниз, золото пойдет вверх. То есть золото – актив безопасный, бренд – актив рисковый, будет перебалансировка, риск будут продавать, безопасность будут покупать. И данные по API, то есть по бренду, здесь можно действовать двумя частями. С одной стороны, первая часть – это продавать прямо сейчас, до данных от Минэнерго. Простите на то, что API нас не обманул, и данные будут плохие. Вчера опека плохие данные предоставил, то есть нефть падает. Либо более консервативно, тогда ничего сейчас не делать по бренду, ждать 17.30, и там уже, если действительно данные плохие, продавать. Если хорошие, минус 3,3 миллиона баррелей и выше, тогда нефть пойдет вверх. То есть вот такие два сценария. Я думаю, что API нас не обманул. И если даже хотя бы не сильно запасов там будет, ну допустим, там не 2 миллиона баррелей, а допустим, хотя бы полмиллиона баррелей могут запасы вырасти, или там даже 200 тысяч. В принципе, это, конечно, не как по API, но тем не менее этого достаточно. Вот такой взгляд. Что касается золота, то если по нефти вниз, если вот ВИКС, который показывает на то, что должна быть коррекция на рынках акций, тоже нас не обманет. ВИКС, конечно, дает ложные сигналы, как в целом и любой инструмент, но в принципе редко. В основном ВИКС показывает хорошие сигналы, но естественно тоже есть и отрицательные сигналы, как везде, на любом анализе периодически. Если, получается, ВИКС также указывает на коррекцию, тогда, получается, сегодня будет продажа по фондовым рынкам и по нефти, и рост золота, соответственно, как вроде бы безопасного акции. Вот такой взгляд на нефть и на золото. Уважаемые коллеги, благодарю вас всех за внимание. Завершаем наш вебинар. Желаю всем успехов сегодня в торговле. Завтра у нас два вебинара в 10.30-18 часов по Москве. Приглашаю всех принять участие. Сегодня вебинар завершаем. До новых встреч!